В Красноярске прошла научно-практическая конференция «Энергетика Красноярского края. Вчера, сегодня, завтра». Она была посвящена 70-летию создания энергосистемы нашего региона. Участники предлагали идеи, направленные на улучшение электросетевого комплекса. Подробности в репортаже далее. Хорошо не значит дорого. Именно под таким девизом действовали участники конференции. Предлагали простые решения, имеющие огромную практическую ценность. Очень много мероприятий, которые сегодня предлагаются в рамках научно-практических конференций. Они, как правило, все очень быстро реализуемы. Они не требуют каких-то серьезных финансовых вливаний. То есть, как всегда, все гениальное просто. Эта площадка – способ раскрытия потенциала сотрудников энергосистем, чтобы они могли донести свои идеи до широкого круга людей. Самое главное, что новые технологии можно очень быстро воплотить в жизнь. Моя работа называется «Интеллектуальные сети. Энергетика будущего». Ну, чтобы сделать передачу электрической энергии более эффективной, снизить ее потери. Всего в конференции участвовало 9 работ. Свои идеи предлагали и действующие сотрудники энергосистем, студенты СФУ и Аграрного университета, которые в дальнейшем намерены связать свою судьбу с энергетикой. Екатерина Воробьева поразила жюри уникальной идеей диагностики трансформаторов на подстанциях. Такого до сих пор никто не делал. Это удобно тем, что не надо, например, отключать трансформатор, не надо выводить его из системы электроснабжения. То есть это все можно проанализировать с помощью специальных программ и выявить его техническое состояние и надежность вообще эксплуатации данного оборудования. По итогам конференции работа Екатерины Воробьевой получила приз от жюри за оригинальность идеи. А первое место занял сотрудник «Красноярск Энерго» Андрей Ситров. Владимир Богомолов, Дмитрий Бызов, Григорий Зимин. Вести Красноярск.